Какого-то денека. Но спасибо за подарочную подписку. Ооо. А вот этого не было, кстати, все еще. Камнем. Не дам. Камень. Я. Не дам. Спасибо. Спасибо, Клококо. Так, я вообще, я куда должен? О, с тобой ходом. Сюда. И сюда. Верно? Верно, да? Да. Значит, мы идем правильно. Загугли потом эту спираль. Да нахрен оно мне надо? Я спать хочу. Типа, спокойно и счастливо. А не, блять, потом лежать вот с такими глазами. О, боже, спираль. Фух. Рычаг я не дам. В смысле? Почему? А спираль? Гоу в Харзус, брать. Да яйка, кука, ка, блять. Я же объяснил уже. Харза не работает. Братишкин готов играть. Да в смысле? А я нет. Сука. Алло, блять, Вова нахуй. Заклепайте. Вова, здорово. Я тебе говорю. Там надо сюжетку проходить, блять, чтобы онлайн открыть. Ты что, блять, вообще что ли с ума сошел? Я это сделаю вне стрима, после стрима. А завтра можно будет и сразиться с тобой. Я тебя разъебу нахуй. Все сказал. Ну, я имею ввиду, я никакую агрессию здесь не это просто... В гоночках, в гоночках имеется в виду. Побежду, побежду я его, побежду. Вот, вы не подумайте, Твиче, ничего такого. Я не угрожаю, это не угроза. Просто победа, победа. И только победа. Форза Хорайзен, все. Вот. Победю. Все, ну типа, е-мое, ну какая сюжетка, блять. Сейчас ее проходить еще там, блять. Я сейчас как этот Фортнайтер буду теперь разговаривать еще. Блин, а я мог... Или не мог? Ну ладно, не важно. Геймплей ДЗ преобразуется в тысячу раз. Когда на фоне геймплей играет... Кто? Играет камень, я не дам. Ну так давайте, донатьте мне камень. Под геймплей Дэдстрендинг. Не обращай на чат. Что не обращай на чат? Человек написал, не обращай на чат. Внимание или что? Платиле надо поднять рычагом. Я его дам. Канал нужно завалить камнем. Камень. Я... Я... Не дам. Камнем. Камень. Я... Не дам. Камень. Камень. Аспираль. Двоюродный дед. Спасибо. Ой, какой дед Хардвелд. Господи. Это ты. Спасибо тебе. Я говорю спасибо Ой Ой Спасибо тебе Твоюродный дед Мой кста Спасибо за 2 бакса Так нам долго еще туда подниматься О мы почти пришли Я все вижу кста, ребят, я вижу Мне в чат об этом писать не надо Ну, шо я могу сказать Пресс-ф, как говорится К сожалению Думал, игру быстрее пройдем Но нет, походу она затянется на еще дольше Ебать, шо звук Шо, шо за звук Что за звук Ф, да Аутоди, здравствуйте, спасибо По-моему, где-то что-то свалилось Кто-то спрыгнул со скалы Когда понял, что стрим заканчивается О, блин Спасибо Канал нужно завалить камнем Камнем Я не дам Не дам Сам ты двоюродный дед Дед Ну да Я тоже могу быть дедом Вполне Спасибо тебе за еще тысячу рублей Здравствуйте Давай быстрее пройдем в игру А потом будем Балдежить И будут зрители Так давай, давай Не уходите, пройдем Блядь, уже давно бы это сделали Вы же дураки Ничего не понимаете Сами же все портите Так, опять метель начинается Надо погромче сделать Минуточку Можно вообще вот так О, блин Ребята, опять что-то как-то Погода немножечко Испотпилась Ёбаный Нахуй Твою мать В смысле, идиот Конченый, блядь Просто Просто конченый Нахуй На ровном месте Споткнулся Пиздец, а Я забыл, что у меня бомба А он, блядь, упал Я причем Уже как бы, ну Стою такой Все И он все равно падает Ай, блядь И откуда мне? Да ты Ёбаный Дебил Ох, блядь КАРОМ На тебе как И успокойся Спасибо, Виктория Спасибо Не, я не успокоюсь Ты думаешь, меня можно вот так вот взять и купить? Не Братишкин на стриме Дорогой Вова Знаешь ли, у нас тут проблема случилась Твоя игра Вот эта Horizon Horizon Там надо проходить сюжетку Чтобы открыть онлайн Понимаешь, да? Вот Он знает Ну все Братишкин сказал Завтра тебя уебет Ааа Он не смотрит Ну В любом случае Посмотрим то есть я мог пешком ой точнее меня наебывают да я щас забаню нах в любом случае я его расшибу ну в гонках в гонках фиксируйте щас упадет спустится так чё я дурачок они врут сука не ну может он зашел и вышел сразу как бы просто когда он заходит это сразу видно по чату прибавляется несколько странных людей так опять камень падает вот куда все камни пропали нормально нормально живем 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 тут банда сразу пишет что и в его и в твоем чате чтобы вас обоих в смысле наебать а в чем заключается это шутка не знаю обманка в чем то же мне обманули кресток вода знаю эти банды сидят школьники блин прещавые от скуки короче херни занимаются такие же школьники и в репорт и кидают на стримы стримеров собственно говоря О, привет О, привет Я тебя знаю, кстати Дискос раньше О, спасибо тебе за 100 рублей О, ты кончен Привет Ладно Знаете ли, я Пожалуйста, с ним соглашусь Надо бы сохраниться Вот, и Многие знаете, типа говорят, ты вич О, освободительского Твич плохой, потому что Ненавидит СНГ Стримеров, короче Братишкин собирается тебе Сложную машину подсунуть Так вот Типа ненавидит стримеров, СНГ Банит всех подряд А знаете, что на самом деле происходит На самом деле, твичу вообще Насрать на стримеров, особенно в СНГ Потому что они их даже не смотрят То есть вы зайдите сейчас, вот прям сейчас Можете там открыть любой топовый стрим Англоязычный И у любого У любого из этих стримеров Вы увидите в зрителях Став Твича Здесь вы такого не увидите Даже у Братишкина А прикол в том, что как бы Репорты Они обращают внимание только тогда Когда кто-то кинул репорт Это не с Твич Ненавидит стримеров Это на... Это наша с вами аудитория Ненавидит нас с вами То есть вы, вы, это вы Понимаете, это вы все делаете Ну не прям вы, да А вот эта токсичная Вот эта вот СНГ аудитория Вот эти вот школьники Озлобленные Завистливые, да Которые каждый день сидят И просто ищут Этот повод Кинуть кому-нибудь Я... Да не ты Кинуть кому-нибудь репорт Ну а Читбан-то забанили Угадайте за что Он смотрел видео Соболева И... Что естественно Соболев как бы, ну Говорил фигню Я-то еще себя сдерживал Читбан-то себя не смог сдержать Ну и естественно Говорил там Соболеву Всяких вещей Типа Да я там приеду Я тебя там это Вот И... Твич принял это Воспринял как Проявление Агрессии Проявление угрозы Короче Ну вы поняли То есть Читбан-то Ну не говорил это всерьез Просто Типа Просто так высказывался Ну вот да Сам такой Угроза, агрессия Короче там Угроза жизни Ну какая угроза жизни Ну ёпт Ну да конечно Сейчас Читбан-то поедет Блять Найдет Соболева Ну это бред Вот А школьники Они же ну типа такие О Репорт Агрессия Агрессия Ну Забейте Короче Именно школьники Ни один взрослый человек У него даже в мыслях Не появится Кого-то зарепортить Понимаете Это делают именно дети Именно школьники Именно шкила Короче У которых видимо Все в жизни Не очень хорошо Да И вот таким образом Они просто пытаются Вот эту вот Накопившуюся в себе Вот эту вот Агрессию Злобу Обиду Выплеснуть Так Надо сохраниться Еще раз Вот Че блять Как он сейчас упал Вообще Почему Почему Как Сорик Пококтился Куда-то Смотреть Уи куханка Блеба Диско саранча Ты больной Скажи мне Ты больной Че сейчас Блять Было вообще На ровном месте Не зря Сохранился Ну тут же Все окей Да господи Понятно Блин Ага После этого Давай не будем Оскорблять Так я не говорю Что больной Я спрашиваю Ты больной? Ну типа Это вопрос А не утверждение Ты больной? О О Надо еще раз Сохраниться Вот если бы я утверждал Да Че блять? Сам такой Да я не говорю Я спрашиваю Ты больной? Или да Или нет Это вопрос О Ну неужели Мы к нему Приперлись Господи Ты где вообще Поселился Геолог Ты вообще Какой ты геолог Геолог Ты больной Скажи Что пищит? Что пищит Ты больной Ты больной? Да 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 Ты боишься Спасибо А ты в самом деле Хорош Спасибо Нет Я здоровый Молодой человек Среднего сорта Ну окей Я тебе поверю Диск саранчата Хотя бы мне донатишь Это уже Показатель Адекватности Спасибо О да Что-то было О да О да Бэби О да Вот так Теперь я часть UCA С доступом К целой Закрой Да Да Закаменевший берег Теперь будет Куда проще Если конечно Я правда Смогу доказать Что это он и есть Но если честно И я мечтаю Поделиться Нашими находками Представляете Залежи хиралии Есть в слое Появившемся 65 миллионов лет назад Хиралий Существовал На земле Задолго До появления Людей И это Ой Ой И это слой Доказательства Сэм Посмотри Видишь вон Ту черную трещину Мы полагаем Что это Источник хиралия Давным-давно Землетрясение Привели к слиянию Линии разлома И создали Слои Так называемого Псевдотахелита Мы зовем их Окаменевшее Землетрясение По аналогии Можно сказать Что это Трещина Окаменевший Берег Присутствие Хиралия Именно в этом Слое Не может быть Случайным Оно заставляет Предположить Что берега Появлялись Во время Вымирания Видов В меловом Периоде И не только Тогда Хиральная сеть Добыла Данные О том Что окаменевшие Берега Находили И в слоях Относящихся В другим Периодам Вымирания Это указано Что большая Пятерка И другие Крупные Вымирания Видов Сопровождались Появлением Берегов Расширив Хиральную Сеть Ты помог Нам распознать Структуру В этих Разрозненных Данных Ты помог Нашим Исследовательским Проектам Чувак Блядь У меня Чаты Из-за тебя И зрители Все умерли От этого Хиралия Судя по всему Да какое Нахуй Начало Скоро Закончим Уже О да Да Диск Сранча Спасибо Отлично Доступен Новый Заказ Чтобы узнать Больше Отлично Нет там Ни хихнобус Заказ Не ври Хотя Надо забрать Кое-что Хранилище Мне бы Аааа Пусто Ну да Ну да Тогда я крюк возьму Ну и лестницу Ну и наверное Ух ни хера Нормально У меня тут оружие Да наверное Этого достаточно Трос Ну а это Не одно и то же Что ли Даже два Погнали Теперь нам надо Куда 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 Вот сюда О Да О Да Опять по горам Да Ё Твою Ты мать Я с бомбой Уоу Осуждаю Я-то думал Он Бомбу отдал А оказывается Ё-моё окей погнали а можно просто обойти как-то ну да ну да можно хорошо будем пробовать пытаться точнее по крайней мере впереди я сейчас пока не вижу каких-то огромных скал и можно еще вроде себя починить не чё это у бомбы нормально бомбу чинили вроде надеюсь погнали гроза снижают прочность контейнеров хорошо спасибо да спасибо сейчас бы прочность бомбы снизить так ребят вообще-то здесь игра если что если вы там блять сейчас будете сами собой общаться я точно вырублю о но лучше посмотреть что происходит мы нашли какие-то заброшенные дома не тоже бы я запрещаю вам общаться но знаете не очень приятно смотреть когда из чата устраивают личные вот эти вот переписки блять просто я не знаю личные сообщениям вк переписывайтесь там где-нибудь в личных сообщениях общайтесь а нас игра на экране вообще-то вот 5 дома не видно только что было видно дошел начал до чё началось о о о о и love grey спасибо ребята личное помещение подождите а я могу а машину мою чуть чуть не упал дурак просто на месте уже падает забрать материалы не 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 я хочу гараж стример охуевший да в смысле это вы охеревшие носу dead stranding к игра блин сюжет они а знаешь я вчера короче сходил на маникюрчик да не так понравилось блин вообще похуй на игру вы вроде просите просите а ванну самим же не интересно уже сам реально насрать на 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 и чё и то это говорит о том что игра не интересно вам чего блять чё блять чё случилось то не тряси бомбу смысле то есть когда я хожу и падаю со скалы при этом на ноги как бы все нормально то это нормально а то что на мотоцикле это то есть мне теперь еще нельзя мотоцикл управлять классно слушай да это просто гениально еще могу еще да обидно обязательно пройти пройди эпизод до конца совсем немного осталось да я знаю до конца игры то осталось чуть-чуть вы не хотите перепройти игру люциус нет не не да хотя не знаю просто ее смотрели то почему ну видосы по этой игре потому что видео типа рафлянные были смешные и сама игра никому не интересно было это мне блять дашь ты чё ты мне даст чё ты мне даст спасибо спасибо диска саранча вот поэтому там то ну да потешные видосы были шутки там монтаж сама игра полное дерьмо как бы сорян ну ладно они дерьмо не полная но она не такая интересно чтобы ее перепроходить извините о бомба не взорвалась кстати на песне тоже они конечно что же вот песни полное дерьмо но как прикол норм так что извинитесь ребята но есть у меня некоторые сомнения по поводу прохо перепрохождение этой игры почему ты забросил проходить алёшу 3 да потому что она нахуй никому не нужна ну типа а зачем а это никто смотреть не будет вика добрый пончик спасибо плюс мост ну и чё я так могу пройти плюс ну как бы летсплей на ютюбе давно лично для меня они уже как бы потеряли актуальность мне самому просто не интересно летсплей записывать серьезно возвращаться к прошлому я не хочу так надо бы сохраниться да кто 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 джек фейзет спасибо когда из twitch когда можно в прямом эфире в игры поиграть нахрена мне записывать видео прямом эфире мне куда намного интереснее пообщаться поиграть в игру они вот это вот все летсплей я не знаю кто их смотрит до сих пор типа есть реально смотрят я не понимаю зачем когда есть сука twitch прямые эфиры блин я не понимаю почему люди до сих пор еще не доросли до этого я и раньше не понимал в чем прикол летсплеев вот но записывал их потому что ну смотрят же да и мне было интересно но смотреть летсплей нет это вообще не мое я никогда их не смотрел и вообще не понимал этого прямые эфиры я понимаю да общение там живое причем а так я смотрю у купленного но просто двух стримеров я не пойти в смысле окей виктория объясни зачем ты смотришь летсплея в чем смысл и стримеры не всегда стриме те игры которые ты можешь посмотреть на youtube в этом и смысл в чем прямом эфире нельзя паузу поставить а в этом наверно проблема особенно если это прохождение игры ну блять чувак понимаешь возьми любую игру там нет такого чтобы каждую секунду происходило что-то важное в сюжете отойти на пять минут ты можешь всегда на 10 даже на 30 смотри у тебя из 3 стримера которые сегодня подрубят и ты вместо игры смотришь видео так быстрее можно успеть чем кого быстрее чего успеть причем тащи это я сейчас не понял не всем нужно общение кто-то приходит именно за прохождением а в летсплеях она как правило бы быстрее я смотрю летсплеи не понимаю тех поэтому я несколько лет записывал видео по играм ну чувак записывать это одно смотреть их это совсем другое ну блять алё да я не понимал и не понимаю ну я не я понимаю почему меня смотрят алё потому что я смешной люди смотрят не саму игру они смотрят прохождение чтобы чисто поржать увидите этому бб смешно стало вот например когда в хорроры игра я же там типа кричал и люди в основном смотрели ну чтобы увидеть реакцию на скримеры они саму игру на всем чисто насрать было в основном все просто хотели реакцию увидеть как я вижу как и кричу остальное неважно так и купленов тоже потому что он смешной интересный а а у игры две концовки есть если что прикольно так есть ты можешь видите рельеф на карте да на 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 серьезно я знаю что я могу что не могу например я понимаю что я иду не туда а надо идти туда у сука а и да игру кстак один мой сделал на самом деле это прикольно блин я недавно буквально только кодзиму в жизни видел еще и руку ему жал понимаете я с ним поздоровался у меня автограф оставил а теперь играю в его и гениальную игру может быть поэтому она мне так и нравится он передал через свою руку свою гениальную энергию теперь я такой же гениальный и у меня появился вкус скажем так вот этой рукой я трогал кодзиму ну аль о чё такое чё он делает чё он делает алё чё происходит да вот именно блядь алё а ты зависла что ли чё происходит чё происходит зарядка что он заряжает блядь чё происходит он не зарядил ботинки ой ботинки то как он зарядит господи дурак так зарядил уже так а почему она продолжает заряжать thank'y что то я не туда пошел да мыл я руку мыл к сожалению я мылда руку мыл к сожалению на самом деле он такой знаете я 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 человек не фанатичный знаете мне вообще насрать там я Где он-то, блядь, кусок, а нахуй Ну, когда я увидел Кодзиму Я такой, типа, вау Да это же Кодзима Именно в его игру я буду играть Именно благодаря его игре я потеряю всю свою аудиторию Ну, надо же ему руку пожать Ой, бля На самом деле, я когда эту игру ждал, я Представлял ее совершенно другой Уж точно не Симулятором грузчика, вот прям вообще Ты потерял аудиторию Не из-за его игры, дурачок Мой дурак У меня позавчера было 6 тысяч зрителей Вчера было 4 тысяч Чувак, вот именно что это из-за его Из-за его игры меня и не смотрит Сейчас, в данный момент Вот, а тебя, дурачка Я все-таки тоже пермачем забаню Дезлорадствуй у других Все А если это была шутка Как ты потом, скорее всего, будешь оправдываться Чтобы тебя разбанил Научись шутить Шутник, мать его Зачем ты на Хесус Дед лезешь Я только из-за него тебя смотрю В смысле, куда я лезу Какой Хесус Дед, кто лезет на Хесус Дед Куда я залез Я вообще по горам лазер Не было такого вопроса, никто не вставал Не, я не хочу это перепроходить Спасибо Так Минутку Спасибо, Ванючка Ванючка Или Ваня Вонючка Ваня Спасибо Не, перепроходить шоты я не особо желаю Только Детройт, который на ПК выйдет скоро Да ладно, блять, что А сейчас можно Энергетика хлопни Ну разве что за здоровье Собянина можно Но нафиг надо Тихо Капец, и чё Не, ну у меня крюк есть Просто Чё-то совсем Жёстко Окей Палеонтолог Да он дурачок какой-то, не, палеонтолог Тьфу, сука Я надеюсь, я бомбу ему сейчас отдам Правильно? Подожди, личное хранилище Понятно, блять Вся бомба, кстати, уничтожена У меня же нет Да, у меня ничего нет Чтоб починить Понятненько Забери свою бомбу сраную Которая уничтожена Наверное, на процентов 90 Спасибо тебе, друг Теперь мы сможем продолжить раскопки Хм, здесь и так хреново Не хватало нам ещё задохнуться Хм Да ты и сам знаешь Чё? Но тебе это удалось Хотя я и представить не могу как Да ладно Я её не повредил Вообще Ха Неплохо Можешь настрой Ноль процентов, guys Ноль процентов Ё-моё ЧТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО жесть 5000 рублей дихо спасибо тебе большое за донат отвлекаем стримера кста ну да да нормально получается мне нравится и мы скучаем смысле скучаешь я здесь 100 я здесь вообще-то кто там куда скучает спасибо причем каждый грёбаный день сейчас тут сижу прохожу эту блядь охуевшую игру просто соли за мат он спасибо тебе огромное поэтому я попросил его вырезать аммонит из камня и принести мне камень не надо хотел сравнить их современными образцами поблизости поэтому я попросил его выкопать еще несколько вдобавок к тому о котором он не сказал и что же этот кретин учудил потерял всю партию ему даже не хватило мозгов отметить в каком контейнере был аммонит с пуповиной кого утерян где-то к юго-западу отсюда сука ты чё сейчас опять кушать я не буду я тоже не буду искать б нет нет а я еще не соглашался а я могла стать великим открытием мы знаем о живородящих рыбах но аммонит с пуповиной это нечто невиданное если ему действительно 200 миллионов лет то он из эпохи вымирания видов в конце триаза это тоже большая пятерка может это пуповина связана с берегом мы должны любой ценой найти он мог бы стать ключом к разгадке механизмов происхождения выхода смерти мы так близки буквально в шаге от понимания истинной природы этого феномена скорее сам нам нельзя потерять этот аммонит ух ёп опять погодну тут вроде не так далеко кислородная маска как обычно она защищает от ядовитых газов и уменьшает усталость от активной работы позволяю легче сохранять равновесие я бы посоветовала ее не выключать но аккумулятор у тебя не бездомный так что не надо так делать даже два ну шо тихо ни хрена себе лето откуда здесь лестнице ладно я возьму пару штук на всякий случай ну давай попробуем надеть маску хотя я как понял ее там надо надевать заказ назначить для сука нт-200 ой бля нахера ты ее надел скажи а так это рядом вообще-то это же прям здесь фига несется у сука оружие разрешено нормально так я правильно бегу ага я уже здесь кстати тут все поссали все обоссали блин все грибочки вопь твою мать оки вот это я сейчас конечно нормально то Прям вот Нормально 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 Планировал параллельно вести Ютуб и Твич Запись тех же игр С чего блять Я уже пробовал у меня не получается Я могу только или Ютубом или Твичем заниматься О Спасибо за лестницу Не на Ютуб я хочу песенки делать Песенки Песенки Летсплей нет Это уже совсем забей Это я не хочу Маска надел Маска надел Фига Фига Ничего себе О сука Злой 6-6-6 лайков А ты петь умеешь А не обязательно уметь петь чувак Понимаешь это намного проще все работает Так все я все собрал Вот Главное найти чувака Который тебе все круто сведет У меня такой есть Послушай мою песенку На новогоднюю Надо кстати опять что-нибудь Новогоднее придумать Автотюн вытянет Ну и так можно сказать Там не то же бы Автотюн Не если постараться Я могу спеть нормально Ёб твою мать Хм Норма 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 А стоит ли ожидать кринжа Не не думаю Хотя Кто его знает Оба Слушай это было намного проще чем я думал Как то даже слишком просто Бля Не падай Не падай Нет Готово Обнаружено оружие Оно будет изъято Воздувать Груз проверим А разве Я разве сказал что не сможешь Я наоборот В тебе Не сомневаюсь Я тоже не говорю Что я не смогу Главная проблема Это придумать песню Написать текстик Так Маска Я понял Блядь Так Маска Дел Сделано Прям Спидран Какой-то Получается Да там лежит О боже Он просто велик А да 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 Это якста А Че блядь Меня зовут Алеша И я новый гангстер Тотик Оооооо А винов Ааааа Блядь Нашел че вспомнил Уже отправил Хармону снимки и предварительный анализ посетить. Любопытно, что окружающий маст содержит слитые смолы, что согласуется с одной его теорией. Ладно, знаю, что ты только что принёс этот атомонит сюда, но я хочу, чтобы ты доставил его моей коллеге, эво-биологу. В последнее время её интересует смола, и я думаю, она загорится идеей изучить этот образец. Весьма примечательно. И это твоя заслуга. Строго говоря, она изучала, как смола могла... Крит, не можешь тебя направить на нужных людей? Возможно, но я не хочу у него спрашивать. Я должен был бы забрать смоленые баки у её убежища и доставить их вместе с амонитом. Ей будет слишком опасно отправляться за ними самостоятельно, поэтому заняться этим придётся тебе. Помогая её исследованиям, мы сумеем хотя бы немного приблизиться к тайным... Да я понял вас! Но ведь уже так далеко продминут. Но уверен, мы способны накупить... Жарахов-то мне как бы может помочь, ну, дать контакты. Но это стоит дорого, на самом деле. Зависит от того, что ты хочешь, какого уровня текст и песню, да? Ну, там и 100, и 300 тысяч может стоить там одна песня, блядь, одна песня. Но в среднем где-то 80 тысяч стоит, чтобы написать песню, понимаете, да? Ну, это профессионалы, типа, так работают. Профессионалы прям жёсткие. Вот, которые там себя как-то зарекомендовали, да? То есть команда людей. Вот, то есть там не просто какая-то хрень, то есть, да? То есть они там прорабатывают всё. Вот так-то. Напишу за 100. 100 рублей? Давай. Так, всё, заказ уже у меня, да? Куда там идти? Плюс Криду писать. Па, чувак, здорово. Слушай, не подскажешь это? Люди, которые могут текст написать для песни. Мне кажется, неправильно поймёт. Он подумает, что типа я намекаю на то, что якобы ему пишут. Что он не сам всё придумывает. И он такой. I'm sorry, what? Fuck you. И в честь меня закинет. Вот, поэтому я лучше это... Не. А вдруг твоя новая песня максимум 200к соберёт? Дай бог хотя бы столько собрала. Алё. Я буду только рад, если она 200 тысяч соберёт. Для меня сейчас-то уже прям, ну, довольно много. А подожди, куда идти-то? Что-то я ни хера не понял. Куда идти? Что там? Чего делать-то, блядь? Получить заказ. Так, подожди. А-а-а. А-а-а. Я про Хесоса в первый раз услышал, когда они спутят. С неприятным Эльдаром. Только хотел сказать неприятный Эльдар и блевотина. Щёлка и мы шутка и лучков на раз-два. Змеи киналу. При душу душу приятным грустным и безбором. Забавно. О, питон приполз. Хе-хе. Это был офигенный тайминг, кстати. Видите, собственно говоря, судьба она такова, знаете. Вот. Даже жизнь намекает. Это не могло быть случайно, понимаете, чтобы в это время, в эту же секунду, когда я читаю это сообщение из чата, который отправился в эту секунду, именно на этом слове, на неприятном Эльдаре, вдруг прозвучал звук болевотина. Спасибо за 100 рублей. Поздновато ты обо мне узнала. Сочувствую. Эх, столько всего было. От неприятного Эльдара реально хочется наблю... Нет, от неприятного Эльдара я помню тогда много людей пришло. Которые, знаете, которым я открыл глаза. Которые потом говорили мне спасибо, а я и не думал, что он такой... Хорошо, что нет блогера, который бы, знаете, открыл глаза вам, на меня. И вы такие, блин, я не думал, что он настолько классный, чёрт возьми. Спасибо, что открыл мне глаза. Теперь я буду смотреть Хесуса ещё больше, даже когда он проходит Дэдстрендинг 100. Мне кажется, это смотря как спрашивать. Ну... Не, ну, понятное дело. Но в любом случае, я знаю Егора Крида просто. Он может всякое подумать. Он загоняется по поводу отношения к себе. Ну, в том плане, что... То есть, он прям очень осуждает слово на букву П. То есть, если его назвать этим словом... Всё. Ты для него враг номер один. Вот прям вообще. Поэтому я как-то... Вот именно. Я, по крайней мере, как-то двигаюсь, да. А рядом с Егором Кридом надо аккуратно двигаться. Есть криптонита. Ну, да. И я не туда бегу, кста. Не, а так он весёлый, чувак. Я вроде помню, Ильдар извинился на своём канале, а потом на трансляции в Инстаграме начал снова нести хуйню. Ой, тогда вообще весело было. Я помню, когда он записал видос, ответный мне. Первое его видео было. Я тогда это видео на стриме смотрел. А нет, это было его второе видео, где он меня разоблачал уже с Аляшей там. Я это видео начал на стриме смотреть, разбирать. И у него так тогда сгорел. Уже во время трансляции. У него тогда так это прям... Он, короче, понял, что он обосрался. И он давай в Инстаграме стрим подрубать. Сидеть, короче, с трясущимися руками, что-то там на меня гнать. Давай встретимся, давай поговорим, давай поговорим, короче. Пытался меня забайтить на встречу, на диалог по скайпу во время стрима. Вот, то есть уже во время там этого. Он понял, на что он вообще... Типа, что он обосрался. Я такой, нет, чувак, я буду видео записывать. И все, и пиздец его так потом понесло. Ну и, естественно, все, короче. Потом все видосы ударил, все, короче. Я о тебе узнала благодаря прохождению МДМ 2 КСТА. Ебак. А Егор Крит, он, ну, нормально, чувак. Просто его задолбали, наверное, все эти хейтеры. И вот теперь он осторожно относится ко всем людям. Но мы с ним так, ничего, посидели. Кальян покурили, знаете ли, вот. Причем забавно то, что мы были в Сан-Диего тогда, в Америке. Сидели в кальяной, короче, там, курили кальян. Пили чай. Не знаю, на какую сумму. Только ты и я. И, да, только я и он, короче. Заебись. Вот, а как отсюда слезть? Это мне надо крюк? Если мне сюда надо. А, ну да. Вот. И забавно то, что его узнал директор этого магазина, ебать. В Сан-Диего, блядь. Вот круто быть Егором Критом. Почему? Потому что тебя везде почти узнают. Там была русская официантка. Она когда поняла, что это он. Она там вообще, она... Я не знаю, ну... Она не то, чтобы там въезжала. Нет. Ну, по ней было видно, что она просто... Она подходила там... Стакан, знаете. Стоит стакан, значит. На другом углу стола. Она подходит к Егору Криду, короче. Нагибается перед ним. И так на него так смотрит. Вот. Я такой думаю, бля... Какой кринж. Давай поговорим. Давай поговорим. Спасибо. Спасибо. Ты дурак или что? Спасибо, питон. Вот. Ну, а в чем прикол-то был в итоге? Мы... Нам не пришлось платить за все это. Мы когда все закончили, такие... Ну, можно еще? А нам такие... Не нужно. Не надо. Из-за уважения к вашему творчеству владелец этого заведения позволил вам, типа... Бесплатно. Это, типа, комплимент. За то, что вы пришли сюда. Я такой думаю, ебать. Вот это да. Неплохо. Нормально так посидели. А там заведение, ну, такое нормально. Вот, и... А так он нормальный чел, не заведевшийся. Потом мы с ним из Сан-Диего в Лос-Анджелес ехали на его Мерседесе. Или это был не Мерседес? Не помню. Какая-то крутая тачка. Вот, два часа, короче, ехали и смотрели видосики на Ютубе. А я еще спать хотел, пиздец. Я сзади сидел, а засыпал просто. Я думал, блин, главное не уснуть. А меня вот так вот врубало, короче. Он сидит, видос смотрит. Я сзади сижу, смотрю и вот так вот... Просто вот там у меня башка падает. Я такой, о! Да-да-да, круто, смешно. У меня просто резидент-слипер был на лице. Так, чуть-чуть осталось. Если бы это был не Егор Крид, я бы уснул. Летсплей смотрели. Ну да, купленого, да. Да-да-да. Не, мы смотрели древник этого, ну вы поняли. Там какой-то выпуск про каких-то школьников. Тихо, удар, загнался. О, Сноуфорн. Потом я ему настраивал УБС, короче. О, спасибо. Я пришёл за пиццель, ещё спасибо. Спасибо, долб... Ой, какой никнейм плохой. Спасибо за 100 рублей. Настраивал, да. А чё происходит? Чё такое? Не, ночью настроила ему нормально там. О-о-о-о-о... Без тебя я бы точно не останусь. Без тебя я бы точно не останусь. Так, это мне тут надо их брать... О-о-о-о... А сколько надо забрать-то? Чё надо вообще сделать? Да ладно, я думал... О-о-о-о... Надеюсь, ты не смотрел кат-сцены ДС. В смысле? Тут сейчас кат-сцена будет, сука? На хера мне их смотреть-то, блядь? Чё за звук? Купленов здесь долго проходил, блядь. Вы меня... Блядь, я не сохранился. Так, нет права на ошибку. Нет права на ошибку. Ебать. Вы видали, какой он там жёсткий, толстый... Огромный, накачанный... Пенис детров. Главное, не торопиться. Твою мать! Ладно. У нас нет выбора, придётся обходить. Обалдеть. Их слишком много. Уменьши сложность. Да, нормально. И не с таким я справлялся. Ну, просто обойти нормально будет. Ну, да. Использую гранаты. Да у меня нет ни хера вроде, я же ничего не взял. Я откуда знал, что это говно здесь будет? Опа. 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 А, нету. Сашка, спасибо. Сейчас бы ещё, кроме Сашки, алименты, блядь, платить. Звали бы тебя Фёдор, я бы ещё подумал. Фёдор. У-ху-ху-ху. У-ху-ху-ху. А-ху-ху. Фёдор отличный. Да ни хрена ж себе Они причем на меня смотрят Я даже не смогу это Обойти как-то А я попробую Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай, 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 давай Сука же зачесалась Сколько я собрал? Две, да? Или три? Две Ах, ёп твою мать Груз потерял Да я банный рот Я потерял спрей сраный Да и срал я на него вон этот сраный спрей Господи боже мой Я вижу, что я груз потерял А сука не слепой, мне главное забрать эти штуки Сколько я их взял Раз Два Еще три штуки Я сейчас порежу, придурок Что, не порежет его что-ли? Я понял Я не знаю 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 Нормально, 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 нормально Тихо! Твою мать! Твою мать! А где еще? Я вижу там! Кого? Вот! А еще где? Или это последнее? А? 30 метров, нормально У меня рост такой же Так что это не так уж и долго Где, где, где? Ну все, иди сюда Давай! Ой-ой-ой Здарова! Здарова! Сюда? Ага Уууу! Сука! Тихо! Ой! Все валим 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 Уй, сука. Блядь, серьезно? Откуда он у меня прям перед лицом-то появился? Обалдеть. А я не понял. А что вы делаете в моем холодильнике? Не умирай. Хм. Фу. Дел сделай. Вроде, да? Блядь. С первого раза причем, прошу заметить. А не то, что там Купленов, блин, мучился. Ты что, дурак, сука? Кто, кто, кто? Ничего себе, фастов, че... Э! Какой вообще в этом смысл? Давай встретимся, поговорим. Как будто он Хесусу вдарить хотел. Какая разница, в лицо такое мне не высказываешь или в сети. Как будто ты заглянешь в глаза оппонента и у тебя весь мир перевернется. Типа, чувак, у нас с тобой в сети конфликт случился. У меня тем более нет никакого желания встречаться с тобой лицом к лицу. Бля, кого? Не, ну просто в жизни, понимаешь, в интернете проще намного, знаешь, высказывать что-то кому-то. А когда с глазу на глаз, ты такой сразу, а, ну, 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 да ладно, че ты, да давай, это, да давай, не будем это сохраниться. А, ну да. Вот, поэтому он просто пытался, ну, на понт, на понт. Ну, это поведение типичного быдла, когда ты понимаешь, что ты проиграл, ты начинаешь, типа, а че это, а давай вот встретимся. А давай встретимся. Ну, потому что нечего уже, как бы, предъявить, да. Начинает тебя прощупывать на трусость, типа, ага, засал, да, не хочешь встретиться, да, боишься, да. А мне потом много блогеров, кто с ним общается, рассказывали, как он там, типа, желает со мной встретиться уже. Уже даже после, когда все закончилось, они все равно, такие, говорили мне, типа, вот, да он там хочет тебя встретить, короче, найти где-нибудь. А я такой, да, окей. Ой, бля, ой, бля. То есть он реально очень злой. Ну. В мою сторону, то есть у него прям обида, она до сих пор осталась. Бить-то, может быть, не будет, как бы, да, ну, типа, черт, все за бред. Сейчас бы еще в 2020 году пиздиться за подобное. Ну, будет предъявлять, типа, а че ты, ладно, а че ты мне тогда говорил, а? Скажи мне в лицо. То есть он думает, что я в лицо не смогу сказать, вот в чем прикол. Эльдар вообще максимально странная личность. Не знаю про ваш конфликт, ну, его видосы, ну, такое. Ну, во-первых, не Эльдар, а Ильдар. Про кого вы? Да, мы про этого. Багунов, Эльдар Багунов такой есть. Говном, который обмазывается. Оба, 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 оба. Эльдар Багунов, не, ну, тут даже не знаю. Ударит меня. В лицо ты, кстати, Банту ничего не сказал. Вообще-то я ему все сказал. Все, что тогда говорил, все и тогда сказал. Я ему по фактам все объяснил в реальной жизни, когда мы встретились. Мы поэтому ничего и не решили. Но по итогу сейчас мы нормально общаемся. Вот, сейчас у нас, кстати, уже конфликт исчерпан. Мы друг друга разблокировали в ВК, мы добавили друг друга в друзья. Вот, и в целом нормально общаемся. Вот так. Да не с Эльдаром, блядь, а с Читбанетом. Сейчас бы с Эльдаром еще общаться, ага. Сэм, я поражена. Я тоже, кстати. Можно взглянуть? Давай. Не царапины. И смола внутри в полном порядке. Это я, кстати. Ты не разочаровывай. Да, да. Ну, подключи меня к хиральной сети. Че, охуелась? А пожалуйста. Я могу найти исследование. А когда это все закончится? Эти хиральные, блин, сети уже бесят. Спасибо. Да, пожалуйста. Действительно убеждена, что эта смола имеет отношение и к тварям, и к выходу смерти. Ведь смола и темпоральные дожди – ключевые элементы экосистемы, возникшей после выхода смерти. Подобные резкие изменения окружающей среды приводят к исчезновению несумевших адап... Ой! Адаптироваться к организму. Остальные же приспосабливаются благодаря энхансерам – участкам ДНК, дающим успешным организмам преимущества. Это ключевые генные факторы эволюции. Но существуют гены с противоположным эффектом. Они вредят организмам. Как их называют? Факторы вымирания. Когда приходишь к врачу, она тебе начинает объяснять, что у тебя, почему, и болит. И ждать решения судьбы. И так было всегда с момента зарождения жизни. В этой смоле могут быть спрятаны доказательства. Свидетельства генетических решений, которые могут помочь нам найти верную дорогу. В любом случае, благодаря тебе, я теперь смогу детальнее изучить состав смолы. Любыми интересными находками. Если на будущее не надо злить на себя людей. Надо всех любить и прощать любые обиды. Не согласен абсолютно. Всех любить ты не сможешь, да? И прощать все тоже. Тем более какие-то обиды. Я не такой человек. Я любить всех не могу. Я люблю тех, кто заслужил эту любовь. Вот, да. Я человек справедливый. Вот так вот. Вы заслужили, я вас люблю, кстати. Не, ну не то, чтобы заслужил. Типа, не так, что добился любви с моей стороны. Нет. Просто есть хорошие люди, а есть плохие люди. Почему я должен любить плохих людей? Не понимаю. Почему я должен прощать кого-то за что-то? Схуяли. Если человек заслужил прощение, я его прощу. С тем же читбантом мы все порешали. Нормально теперь все. Вот и все. Молодец, сам. Ты даже не представляешь, как мы продвинулись в изучении выхода смерти. Еще раз спасибо, что принес мне тело мамы и дотамонит. Кстати говоря... Я плохая, меня любишь? Ты плохая, нет? Да заебешь. Че отлично, блядь? Сколько мне еще, сука, ходить? Не понял. Так че принести-то надо? Ага. Вернуться в ларбат... Бля... Это куда? Сюда, что ли? Где его лаборатория поганая? А, вот же она. Да! Ага. В смысле? Только два можно сделать, лол. 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 Хм. Угу. 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 Да я на самом деле конченая сука, просто с тобой я зайка. Хо. Ты конченая сука. Осуждаю. Хе-хе. Нормально. Это, если что, Виктория сказала. Хм. Тросомет сделать че? Не знаю, кто ты там по жизни, я... Как бы это самое, да? Не в курсах. Где, блядь, тросомет? Какой тросомет? Короче, ладно. Хесус довольно адекватный баннер издает и рубит интоксикацию на корню. Да, а токсики этого не понимают. Потом приходят в чат и говорят, что я всех баню. Всех. При этом в чате люди пишут что-то. Если бы всех банил, никто бы не писал. Логично. Я как бы баню токсиков и... Топоров. Ну, типа, тех, кто тупит. Я к топорам называю. Тупые, топоры просто. Вот, поэтому, да. А то, что они в бане, они сами виноваты. Никто их, как бы, ну... Не заставлял быть топорами. Держи, сэн. Мы с тобой. Ага. Говорит женщина, которая живет под землей. Трус и мед. Попробуй по рогатке докатиться. О, нифига там лестница. Ебать, конечно, у нее видок красивый. Хоп. 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 Пор рогаткой говоришь? А где тебе? Подожди, я вообще не туда иду, по-моему. А, блядь, нет, туда. Эм. Блин. Подожди. А, ее ж тут нет, сука. Санки. А где мои санки? Сука. Ясно. Пешком придется идти. Спайк, спасибо тебе большое за переподписку. Добро пожаловать. Не-не-не, катись, катись. У-у-у. У-у-у. Тебе в другую сторону. Не туда. Блядь, да ты ж только что, сука, падла, смотрел туда, куда надо, блядь. Как так-то, нахуй? Не, подниматься не... Я попроще сделаю. О, сука. Во. Так я так и хотел, блядь, пойти. Ну-ка, ща, 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 ща. Господи. Ну, здесь рогатки я не вижу, она где-то впереди. Теперь я думаю, что Виктория это Надя, и она пишет Хесу с разных хаков, чтобы он думал, что все ебанутые. А она одна нормальная. Делайте свои выводы, я свой сделал. Кого, блядь? Ну, поэтому она тебя и сукой называет, наверное, да? То есть она, конечно, понимает, что она поступает неправильно, но... А как иначе... Получить внимание Хесуса, да? Да-да-да-я. Не, Виктория, не трогайте, блядь. Мне вообще кажется, что Надежда это мой батя с фейка. Просто банально потому, что Надежда все время акцентирует внимание на моих родителях и на том, что я им деньги не даю. Хотя я даю деньги, но... Батя, ебать, залогинься, ну... Так скажи, что недостаточно. То есть она всегда про родителей. Родители. Он живет, жирует, а родители у него в нищете. В нищете его родители. Прямо представляю, как мы родители там в пещере такие... Рука такая тянется из пещеры. Блядь, батя мой там сидит, короче. Еле живой. Хесус! Спасибо! Да была бы моя воля, уже давно бы их в Питер перевел. А ну я прохожу Dead Stranding, который никто не смо... Ебут! Камень дам! А вот и камень, кста. Все? Вот сука. Кто камень потерял? А, смотри, здесь даже... Да-да, очень вовремя. Рогатка, блядь! У, сука. Подожди. А ну-ка. О, да, я... А еще я Ди, Дарк Ангел и... Сорокалетняя женщина, которая на тебя мастурбирует. Я ничего не забыла? Сорокалетняя женщина, которая на меня мастурбирует? А кто это? Ха. Кто из них, кто на самом деле ты? Даже не помню. Где ПХК? Ебать! Я забыл взять! Сука! Опять загружаемся, блядь. Я забыл ПХК взять, да. А никто и не напомнил, как обычно. ХЗ спросил чата, они получше, видимо, знают, кто я такая. Не, а что за сорокалетняя женщина, которая дрочит? Вы говно, а. Наталья Карпова? А. С чего вы взяли? Ее вообще уже тысячу лет тут не было. Ты вообще рованша, блядь, дрочишь над денег. Фух. То есть это, я имел ввиду, я имел ввиду это. Ну. Предала, предала, предала меня, сволочь. Писали здесь, что я старая сорокалетняя женщина. О, ребята, вы ошибаетесь. Видели бы вы эту женщину? Ух. Всем бы быть таким в сорок лет. Я видел. Откуда вы видели? Не понял. Ты спалил зеленые глаза. Какие еще зеленые глаза? А я сорокалетний мужчина, дрочит и на тебя. Эээ. Так. Сейчас камень будет. Я вообще туда? Да, ну да. Ё-моё. Да тут-то ли откуда? Понимаю. Ё-моё. Обидно, да? Нормально. Нормально. Понимаю. Сколько игра стоит? Не знаю. Мне ее подарили разработчики. Сам Кодзима мне выслал эту игру. Я серьезно вообще-то. Я ее не покупал. О, а что это там? База, наверное. А что это такое? А-а-а. Ну, 4000 где-то. 5, наверное. Как-то вы знали, у Dead Stranding упали продажи на 75%. Так ее все купили уже. Поэтому упали, блядь. А с чего они, как бы, должны расти? Плюс ее засрали многие дурачки, как бы. И поэтому люди такие, наверное, ой, не, я не буду покупать. Пойду у Хесуса стрим посмотрю. В итоге не дошел. Да и снова, и снова, и снова не доходят до стримов по этой игре. Даже Сэм говорит. Ой, блядь. Правильно вроде идем, да? Онлайн на твиче, у ДСЭ вообще упал. Пиздец просто. Зато у кода нового. Все круто. Ну так... Конечно, упал. Игру прошли уже все, кроме нас, блин. По-моему, только я ее прохожу теперь. Уже все, все, вообще никто ее не проходит. Только я, блядь, один остался. Да, еб. Че? Че сейчас было? Хе, фух. Кто это? Это пенис Детров смеялся, вы слышали? Че это было, блядь? Я слышал голос пениса, ребят. Ха, ха. Хе, хе. Че? Такой. Хе, хе. Че? Че, блядь? Бурак. Да уж. Хардплей еще проходит? В смысле, он ведьмак вроде проходит. Где он ее проходит? Я видел, он типа начал ее проходить. Че-то один раз постримил. Такой, стрим первый, день первый играем. И в итоге, че-то уже неделя прошла. День первый, как был первым днем, так первым днем и остался. Он просто увидел, сколько у меня смотрит игру и такой, не-е-е. Ну и он нахуй. ДСС сегодня стримил, да ладно. Ну, кстати, вот даже у него эту игру смотрят. Что еще раз доказывает, что аудитория пацанов, даже из школьников, в принципе, это нормально. То есть, они смотрят эту игру. Без обид, девочки. Ну, просто по фактам разъебываю, как говорится. Рогатку строить. Да ладно, я уже дома. Тек-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тек-тик-тик-тик-тик-тик. Тек-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот. Ну, желаю удачи ему с прохождением. Это, конечно, будет сложный путь у него. Долгий. Тяжелый. Но интересный. Ебать. Да ладно, чё? Да ладно, да ладно, чё? Мы же даже не упали. Я вообще на игру не смотрю. Я на тебя смотрю и слушаю, что рассказываешь. Ну, хоть не дрочишь. Смотри лучше на этого. Лу-лу. Он пёрнул, что ли? А, он сердечки пускает пузырьками. Ебать, ля, чё делать? Да хватит уже. Да ебать, да сколько можно-то? Да сколько можно-то, ё-ма-я? Да схватит уже, ну. Сука, рыгает сердечками. Да хватит, господи, блядь. Да ёбаный нахуй. Это я на стриме, кстати, так же рыгаю. Да хватит рыгать уже, ты ебал. Да сколько можно-то? Да ты, блядь, он захлёбывается, что ли? Да чё с тобой? Да ну хватит уже! Да заебал! Да останови... Так, осторожно, то сейчас опять ныть будет. Лаборатория Хартмана. Ребята, мы дома. Наконец-то. Фу, это после Фанты. Скорее всего этот, как он там, энергетик-то это называется. Законирую удостоверение, привет, провожу идентификацию. Готовы. Обнаружено оружие. Оно будет изъяда, твой до вашего ухода. Ну окей. Как они изымают мое оружие, при этом не трогая меня? Оно типа блокируется? Да еб. Здорово, чувак, мне твоя квартира понравилась, ты не против, если я к тебе снова домой приду. Здорово, братан. Хе, батя, я видел такой в снегу, зашел к нему. Сейчас всю хату здесь замараю снегом. Спишь? Все, сейчас духота будет. А, ну слава богу. Окей. Ну? Да она и сейчас тут сидит. Хе, хе. Большое количество хиралия. В теле? Чё ж не делал? Когда он накапливается на коже или на одежде. А во всех ее клетках. И они больше не активны. Тварь, которую ты видел, особенная. Это было ее дитя. А еще ее душа. Почему-то ее Ка и Ка не разделились. Видимо, между ними сохранилась связь через пуповину. Другого объяснения нет. Поэтому у меня не осталось следа от ее касания. Да. Но это не все. Десять секунд до остановки сердца. А, наебал, да? Пять. Четыре. Три. Давай, ББ. Один. Я изменил время в журнале. В штабе не узнают, о чем мы с тобой говорим. А, о. Смотри. Сообщение от Дэдмана. Он приложил его к морю. Нормально. Сэм. Прости. Я должен был рассказать про твой груз. Но я боялся, что тогда Дэй Хардман обо всем узнает. Поэтому мне пришлось действовать в темную. Это все строго между нами. Мы не знаем, можно ли доверять директору. Эта пуповина принадлежит Бриджет Стрэнд. Я удалил ее в тайне. Пуповина не соединялась с плотом. Она была вне ее тела. Бриджет доверила ее мне. Сказала, это ключ к пониманию выхода смерти. Но настояла, чтобы я не говорил директору. Ага. На пуповине нет признаков разложения или некроза. Как будто она застыла во времени. Я решил, может, Хардман сообразить, как это возможно. Поэтому и подбросил ее тебе в горном узле. Дэдман не ошибся в наблюдениях. Она точь в точь, как тело мамы. В каком смысле? Их отличает одно и то же свойство. В их клетках содержится очень большое количество хиралия. Иными словами, пуповина президента как-то связана с берегом. Поэтому она выпала из потока времени. Блять, как сложно. У меня есть на это четвертая теория. Еще сырая, но тем не менее поделюсь. Жизнь на Земле много раз сотрясали катаклизмы всякого рода. В том числе Большая Пятерка. И если изучить геологические слои, историю, так сказать, найдешь залежи хиралия, относящиеся к каждому из них. Что если появление берегов и других подобных им феноменов напрямую сопряжено с вымиранием видов? То есть? Да. Наш выход смерти, возможно, далеко не первый. Данные, которые ты помог нам добыть, явно указывают, что сейчас идет шестое вымирание. В смысле десять тысяч? Верно. Блять. А это? Это якста. Человек, ему пять, пять тысяч триста лет. У них были одинаковые пуповины. Чушь. Послушай, что если Мамонт и Человек не замерзли? Хочешь сказать, для них тоже время остановилось? К несчастью, после выхода смерти эти образцы оказались утрачены. Так что провести их анализ невозможно. Но кое-какие данные уцелели. С помощью хиральной сети и технологии ЭБУ-БИО нам, возможно, удастся что-то прояснить. Ладно. Вот еще. Динозавр, живший 65 миллионов лет назад. Хебать. Пуповина. Без следов гниения. Нет. Пуповина только у млекопитающих. Нет. Только млекопитающим обычно для деторождения. Это нечто другое. Назовем это нитью с той стороны. Я полагаю, пуповина у млекопитающих изначально сформировалась как подражание нити. И спустя какое-то время изменилась. Не стоит думать, что выход смерти исключительно губителен для жизни. Трилобиты, аммониты, динозавры, мамонт, ледяной человек. Все они как будто застыли во времени. И у всех, без исключения, были нити. А значит, все они, возможно, имели связь с берегом. И это, в контексте теории о факторе вымирания, ФВ, подводит меня к мысли о том, что организмы с нитями и есть факторы вымирания. Понимаешь, Сэм, все они соединены с берегом посредством нитей. И за счет этой связи они каким-то образом вызывают выход смерти. А нахуя? Ты думаешь, Бриджит была таким фактором? Че? Пока слишком рано... Ты понял, да? Ну типа... Уже сжег ее тело, мы никогда этого не узнаем. Все так умирали, как и умирает сейчас. Зала Мелия Фактор. У нее нет домоспособности, как у нас. Наверное. Сэм, подумай. Если допустить, что президент Стрэнд была фактором, тогда, возможно, и ее дочь может им быть. По крайней мере, Хиггс на это надеется, раз до президента никак не добраться. И он похитил ее ради этой ее силы, чтобы вызвать массовое вымирание. Возможно. Или нет? Вряд ли одного фактора хватит, чтобы вызвать выход смерти. Если она и правда ФВ. Хиггс уверен, что ей это по силам. Скорее всего, нужно вызволить ее как можно быстрее. Осталась одна минута. Держитесь за что-нибудь. А, кажется, пора. Сэм, иди на запад. Как мне вести себя с Дайхардменом? Со всей присущей тебе сдержанностью. Ни к чему ему знать о наших подозрениях, верно? Ведь без хиральной сети нам в любом случае никак не обойтись. Ладно. Ну че, ребят, поняли хоть что-то вообще. Честно, я не особо. Но ведь это же не все. В будущем-то мы точно поймем. Да, спасибо. Спасибо за лайк. Ну опять забыл. Да уж. Нити. И че дальше? Нити, блядь. Че мне твои нити, нахуй? Я понял, что это за нити. И нити, и шо? Они связывают нас с этим сраным... Каким-то там берегом, блядь. То есть у динозавров есть тоже, так я понимаю, берег. И все на этом берегу сидят, короче. Че все так боятся этот берег? Пошли бы и бы в этот берег. А вдруг там и есть жизнь? Мол, что на самом деле там, на самом деле, все круто и классно. Просто и че за берег? Там же ничего не понятно с этим берегом. Затрахались берегами своими. Пора, Сэм. Если готов, отправляйся к смоленому поясу и приступай к постройке ретранслятора. Как закончишь, подключи его с помощью Кюпида. Необходимые материалы уже готовы. Припасов мало, так что береги их. Нести придется много. Возможно... Берег — это смерть. А с чего взяли, что это смерть? Хартман знает про это место больше меня. Он все расскажет. Что ж, самое время для холодного душа. Подача разряда. Отойдите. Че? А, проснулся. Насчет того пункта. Точка, которую мы выбрали, была изначально местом для пункта, который уничтожила смола. Хм... По иронии судьбы мы остановили строительство. Потому что место показалось нам слишком нестабильным. Но на этот раз других вариантов нет. Будем надеяться, что мы зря сменили коней на перебраве. К счастью, оставленный нами фундамент еще цел. Говорили, что по сюжету, что берег — это что-то между жизнью и смертью. Да, я понимаю, но... А вдруг нет? Вдруг там, наоборот, начинается жизнь за берегом. Мы на тебя рассчитываем. А они просто не в курсе и думают, что там стрёмно. И давайте мы сейчас не будем умирать. Выполнение заказа. Заказы. Еборь. Так, там нихуя нет. Ты же там был. Так я на берегу был, а глубже я не попадал вроде. Звучит как призыв к суициду? Не-е-е-е. Так, нам нужен крюк. Нам нужен... Нам нужен ремонт злин-спрей. Нам нужны винтовки. Я был на берегу. Там девять одинаковых домов. Мужик, который хотел забрать ББ, находится на берегу. Помнишь? У каждого свой берег. И у него война. Ну. У динозавров тоже свой берег. Хотя этот чувак, который всё время подыхает. Почему он был с толпой людей на берегу? Плюс со своей семьёй. То есть не у каждого. Есть же общий берег какой-то. Я хз, короче. Бля, загрузили, сука. Ля, сука. Ля, сука. Ё-ка. 210. Бери тележку, не выстоишь. Мне, во-первых, ноги надо поменять, вообще-то. У меня же ноги сломались. Уничтожено. Заебись. Эм. Он увидел общий берег, типа мост. А ещё есть берег, на который попадают только... Точнее, на который попадают после смерти. Берег общий при массовой смерти. Хартман чуть не умер, когда произошёл взрыв. А, ну да. Можно из берегов сделать замкнутый круг и бегать бесконечно по нему, так как бесконечность — жизнь. Кого? А, бля. У Хартмана же много берегов теперь. Я с берега попутал. ПХК не забыть. Да подожди ты, блядь! Я вообще теперь не знаю, что делать. Так, стоп. Всё сейчас пёрнет. О, блядь! О, блядь! Какой сделать-то лучше? Наверное, силовой получше будет. ПОБОЛЬШЕ ВЫДЕРЖАТЬ ПОБОЛЬШЕ ВЫДЕРЖАТЬ Но всё равно у нас места не хватает, блядь. Нам нужен ещё этот... Тележка вот эта вот. ПОБОЛЬШЕ ВЫДЕРЖАТЬ ПОБОЛЬШЕ ВЫДЕРЖАТЬ Ху Ха Бля Бля Дел Блин Да ты серьёзно Окей У тебя ботинком пизда Смени их Да ё-моё И правда И да и перчат Ты чё дурак И да и перчатся И да и перчатся И да и перчатся С tat С tat Сложно все это Ну, вроде Дело сделано А, близится финалочка Да Ё-моё Так, и чё у нас там по итогу? Сюда, значит, да? Чё-то у меня куда-то в сторону вообще Да нет, всё, я сейчас заканчивать буду Завтра будем продолжать уже Хотя, конечно, могли бы дойти И там тут закончить, но Ммм Ммм Чтоб завтра не тратить время на вот эту вот Дорогу, блядь Тут же нет этих, да? Вилочек, ну да, ну да Обидно, кстати Обидно, кстати Обидно, кстати Ё-моё Там ещё и террористы О-о-о Чё? В смысле, блядь? Заряди всё генераторы А какого хрена Они ж новые Да щас я сохранюсь Они ж новые Почему разрядились-то? Это силовые, а не скоростные И чё, они новые Жоп на аккумулятор в тебе Так, ну подожди Я думал, ты они так А, ну ладно Так Ха, хм, ха, хм, ха, хм Да ладно тебе пищать Дурак Я думал, типа Это они разряжаются Оказывается, это какой-то ещё Аккумулятор Оба, 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 оба Да ладно тебе, ну В чате есть живые А-а-а Доброе утро Доброе утро, чат Доброе утро Хе-хе Шо Проснулись, да, сука Не надо спать на моём стриме Да, сука Дурак Кто спит? А я откуда знаю, кто спит? 1300 зрителей Я в чате, блядь А максимум человек 10 сидит, пишет Алё Вы чё там делаете? Если не спите Понимаете, 1300 это тоже Ну, типа Какое-то количество 1300 Смотрим Кого тут смотреть-то, блядь? На горы, что ли? Очень интересно, слушай Вот так вот Тупо лежишь, да, и смотришь Как я иду Вау Слушай, и Увлекательно-то, а? Может, расскажешь лучше чё-нибудь, а? А на меня зачем смотреть? А на меня зачем, да? Да, это очень интересно Ага Господи, а можно побыстрее как-то передвигаться? Алё, дядя Тебе будет очень сложно на силовом подняться на гору Надо было везде ходный сделать Да и ладно И так, видишь, нормально получается Справимся, справимся Я листаю твою стену ВК Не понял сейчас А зачем? Чё ты там нашёл? Или нашла? Там ничего нет Сразу говорю Там всякая фигня неинтересная На самом деле Смотреть на горы куда интереснее Чем на эту страницу мою Чем на эту страницу мою Ах Ах Ёк-макарёк Скелет? Чё тут Ах Моя оборона О-о-о-о. Зеленоглазые такси. Какой еще Анши Абдуль? О-о-о-о. Не тормози Не тормози Ииии Че оторвался сука Какого хрена Дебил Сникер сни Че дурак Пойдем Да ладно блять Серьезно Может хотя бы музыку какую нибудь включить Слушай Ты блять думаешь от этого станет интересней Нет Ничего я включать не хочу Это спортит атмосферу игры тогда Нормально Тем более Кодзима сам включает Когда это и правда требуется Если нет музыки Значит она не нужна Так сказал Кодзима Ой бля Вот сука агрессивный какой А почему вот мне интересно Это же твари Это как бы люди Которые когда то были живые Правильно да То есть они сдохли И стали вот этими тварями Которые уничтожают Да людей То есть это как бы Такие души Людей Умерших Вот Почему они убивают нас Обычных людей Они же понимают Что я ничего блять Не понимают Что когда то они были такими же Зачем убивают За шо За шо убивать А они по берегу шли Только в обратную сторону Импов они злые Кого? А это те кто репорт На твиче кидает Я так понимаю да То есть Те кто вот эти вот люди Умирают Они потом в итоге Такими и становятся Да тварями короче То есть они и по жизни Были злыми Я понял У сука Кого малая? Спасибо тебе за 111 рублей Кого ты мне там дашь? Алло Да ёпересе ты Да ёпересе ты Где? Ой блять Здрасти дел сделано так пока иду туда куда надо фу блять эх щас бы базу какую нибудь сделал бы себе нормальные ходунки блять которые быстро передвигаются неизвестно почему они себя так ведут ага пытаются выйти на контакт не знаю как они там пытаются они же типа за собой тянут туда ну куда ну вы поняли а зачем они это твою мать а чё тут лестница делает чё ребят скатимся ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу во 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 что что бля час опять будет этот ураган но я уже впереди вижу ничего не видно вижу что ничего не видно ой бля лан терпим 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 ребят сейчас этот снег скоро закончится надеюсь что такое то за пипу драйв ты тогда когда поделешь о нет тут наоборот снег заканчивается давай давай катись дел сделано а где музыка я не знаю почему ты не смотришь прогноз погоды на карте наху она мне надо я просто иду прямо и все поскорее прийти сейчас я еще буду блин обходить и так проблем до жопы делать мне больше нечего ебой нормально приземлился до старая вулканологическая обсерватория ой лять сейчас же эти будут наверно ой уй 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 кстати но совсем немножко осталось братишкин да закончил а ясно ну тут ничего интереснее чем у него вы найдете сорян сорян Эх, сейчас брехост от братишкина. Эх. Эх. Ой, блядь, нет. Ну тут я обойду, пожалуй. О, вилка. Подожди, я же могу просто ее тут поставить. Где она? Ну да, видос интереснее. Ну да, блядь. Э, сука. Подожди, где вилка-то? Че? Я же на нее смотрю, правильно? Че? Где вилка-а? Почему я ее не вижу на карте? Ой, ну и ладно, ну и не надо. Че за говно? Ладно, блядь. Сети нет? Кого ты, блядь, взял? Нет, стой, отмена. А как я с собой вот эти возьму? Ебать я дурак. Отмена, стой, стой. Не надо, не... Нет. Блядь, ПХК потратил, сука. Строительство завершено. Да ладно, блядь. Хватит на спину повесить? Да ну, серьезно. Ага, блядь, хватило, да. Не, не хватает. Какие руки, господи. А как он руками едет туда, держится? Ясно. Два раза туда-сюда. Ой, да блядь, мне проще уж пешком дойти и... Как бы... И-и-и-и-и-и-и, все. Поехали. Сука, я бы лучше от ПХК потратил на зарядку своей вонючей жопы, блядь. Пиздец. О-о-о-о. О-о-о-о-о. Нда. Блядь, он теперь как медвежонок. Да ёб твою мать. Тихо. Что там горит? Нихрена лайков, блять 360 тысяч Да, мост жесткий, конечно А! Террористы Ебать О, пизда Ой, блять Ебать, снеговик, сука Ты че, блять О, боже Так Э, куда цепил-то? Аккуратненько Не палимся Дизи! Привет! Привет! Здорово У-у-у-у Дизи, хелп ми! Ой-ой-ой Пиздец, 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 блять Пиздец, блять Сори за мат Ой, сука, бежит сюда, ходёныш, блять Беги, блять Нет, сука Ты меня не видишь Ах ты, тварь, ах ты, тварь Ах ты, тварь Ай, блять Ай, блять Да, сука Да куда ты, конченый Конченый Да тормози, конченый Ой, пиздец Давай, 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 давай Они сюда не пойдут Ладно, блять Пойдёшь, да Давай, давай 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 Сука Да Да ёп Иначе начнётся некроз И мы получим ещё одну тварь Да пошёл ты Отстань, блять Убил одного Труп Чё? А как я его убил? Ебать Да я тут всех убил Твою ты мать Мужик Сори Я тебя убью Эм А, меня сейчас тоже убьют Блять, а где кровь? А, я понял Её нет Эм Эм Поместить? Блять Мне нужна кровь Я рот ебал эту игру, блять Да хуя мне это Я хочу просто загрузиться Я не хочу сейчас заново Типа Система Блять, почему я не могу загрузиться отсюда? Ну давай уже Нажми вернуться Так вот раньше всё намного проще было А сейчас тело искать надо Чё за говно? Во Тупик Видимо Продолжение следует... Да не сюда, да блядь, ёбаны, нахуй выйди отсюда Так Обидно, да? А чего ты с другими игроками не коннектился сейчас? В смысле, какими игроками? Где коннектиться, как? Так В смысле, блядь, я тут не сохранялся, нахуй Шо, блядь, вообще охуели, что ли? Чу, ёб твою мать Так это че, само О, не, я тогда заканчиваю стрим Тогда уж лучше завтра Не, нормально, вроде Да с новым годом, бля Ой, короче, пиздец Пойду, о, не, не пойду Зато я сейчас, получается, не потрачу вилку Смогу себе ноги зарядить Бери травмат Надо просто убежать от них как-то Да можно быстрее как-то Оба Оба, во Оба, вот Во, вот Вооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооот И по горам обойти Куда-то, получается, вот так вот Хоп И все Нормально, че я нормально Не, ну это будет сложновато Вот так вот Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Да ну не, нахер Я лучше рискну еще раз оба 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 да шо ты пищишь ничего же не происходит да 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 побежали побежали вот это я понимаю сохранение дает ага маха маха да блять трус порвался еб твою мать пройти да пора уже прийти давно там кстати какая-то база вот это деду надо так а чё там кто стрим ага вижу ага вижу да ну ну окей понял держите в курсе как пиццу получить ну я сегодня вообще забыл про нее не на на самом деле не забыл просто не набралось нужное количество зрителей я такой типа забил хуй ну думаю раз не хотят смотреть то и пиццу не дам поэтому не сегодня может быть завтра если придешь будет пицца ну да а по идее так то вообще должна была быть сегодня пицца да за еб я жадина мне да ты баня мне блять да прицепи сука дурачок а в одессу доставки нет в одессе папы джонс нет как я понимаю вот если была бы папа джонс я бы заказал эх в украине вообще нет папы джонс эх жалко такая вкусная пицца блин и нет в украине да как так обидно это да тут даже отрицать не буду это неприятная штука блин я заговорил о пицце захотел жрать собака а из тебя в этом месяце три заказа уже сделала хе хе по промокоду надеюсь ВГН это ж нихера себе эта пицца себе сожрала за эти за этот месяц а а а а а чтобы это делать ретранслятор нужно обработать материалы какие блять материалы чё то ты пристал ко мне дурак ох ёпток не порвались хё а а Хм. Транспортник! Достигнут класс так, ага. Эй, блядь, забыл кое-что. Отлично, Сэм. Теперь загляни в терминал и включи ретранслятор. А, я бы не хотел это сейчас делать вообще-то. Ну да ладно. Так, то есть он просто интернет подключает. Не, ну это-то мы и так видели тысячу раз. Ооо, хрена там мост какой-то что-ли? Это район, окей. Отлично. Ну вот, мы все подключены. Как пересечешь пояс смолы, финиш будет близок. Амелия, второй шанс Америки, так близко. Крайний узел ждет. Сотрудники, которых мы отправляем, построят базу. Со временем они продвинутся дальше и развернут новый комплекс. Таким образом они продолжат дело храбрецов, погибших в смоле. Благодаря тебе, Сэм. Но как нам переправить тебя через смоленой пояс? Ой, блин, дел сделан. Давайте подachen. Продолжение следует...